Андрей, война в Украине началась 10 лет назад. Скажи, что за эти 10 лет ты и мы все вместе узнали и поняли о том, что было в апреле 2014 года? Знаешь, любое историческое событие, как и любая война на самом деле, это такой туман, который рассеивается постепенно. Поэтому просто за это время у нас доказательства того, что за войной войну начала Россия, начал Путин вместе с заходом Стрелкова, они появляются постепенно. То есть, более того, воспоминания самих сепаратистов, они публикуются в последние годы. Это нормально с любым историческим событием, когда постепенно этот туман рассеивается. И по моменту того, как он рассеялся, собственно, то, что тогда, понятно, писали украинские медиа, кто-то относился к этому скептически в России, но, по крайней мере, может быть, не до конца понимал весь масштаб, то теперь мы можем с большей и меньшей точностью восстановить ход событий вот тогда, в начале апреля. И что предшествовало заходу Стрелкова. Потому что я считаю, что это ключевая точка, вот именно такой, сам Стрелков это говорил, это довольно издержанный термин, да, пусковой крючок войны, но на самом деле так и есть. И мы можем примерно понимать, что происходило в эти недели. В будущем, конечно, да еще будет кое-что узнать, но в целом примерно понятно, уже благодаря тому, что прошли эти 10 лет. Ага, за эти 10 лет значительно изменилась роль парамилитарис, как раз отрядов, ну, Стрелкова. Вот они зашли, мы ничего про них не понимали. Ну, вернее, мы чуть-чуть понимали, как это работает. Вот за 10 лет все эти парамилитарис прошли огромный путь. Что для тебя самое главное в этом пути? Ну, это, кстати, хороший вопрос. Во-первых, давай вспомним, что такое отряд Стрелкова и что мы знаем о нем, да. То есть мы точно знаем, что отряд был сформирован в Крыму на деньги Малафеева. Ну, в том смысле, что он там дал экипировку, а то он купил еще для, значит, для крымских событий, для, вот так называемого, ополчения, да. Это, собственно, дали отряду Стрелкова. Процентов на 68, сейчас точно не помню, он состоял из граждан Украины, которые уехали в Крым, значит, на момент аннексии, и частично из граждан России отряда. То есть, да, понимаем, оружие с Истамбулом, то есть оружие им было согласовано выдачу Сергея Максёновым, значит, главой Крыма. То есть, ну, понимать масштаб, да, то есть не просто какой-то собранный там по крохам отряд, но этого мало, да, то есть заход отряду был согласован на самом высоком уровне. Что мы знаем об этом, да, мы знаем, что вот буквально в начале апреля, конце марта в Ростове и Таганроге проходят встречи Стрелкова, Бородай, тогдашного советника Аксёнова и, кстати, там, сотрудника Малафеева, да, будущего премьера ДНР, значит, встреча с антимайданом Донецка, Луганска и Харькова, где обсуждается совместное выступление, то есть, собственно, все, что предшествует, да, захват администрации, захват оружия Донецке и Луганске в Харькове не получилось у них, да, и заход Стрелкова для поддержки. Соответственно, это все обрисовывается, и дальше план начинает, значит, исполняться. Там были разные накладки, Стрелков зашел позже, чем планировалось, но, собственно, произошел. Соответственно, насколько высокий уровень поддержки этого отряда, да, самый высокий, да, то есть, мы точно знаем, вот, то есть, вот, ту фамилию, которую мы можем назвать, это Аксёнов, да, из каких-то российских чиновников, но, на самом деле, один из, да, Харьковские, участник Харьковского антимайдана тут разыграничился и сказал, что там были люди из Москвы и другие тоже в Ростове и Таганроге, да, то есть, как он назвал, архитекторы будущих событий из московских кабинетов, то есть, ну, это ФСБшники, скорее всего, какие-то, да, которые, значит, соответственно, все это дело решали. То есть, что мы имеем? Мы имеем довольно сильное согласование всей этой истории, как в логистическом плане, так и в плане оружия. Потом, когда следующий такой отряд, это уже пошли ополченцы, да, из России, к Стрюкову сначала, потом вообще войска ДНР и ЛНР, ну, значит, то там был, целый был поток поставлен на переходы к границе, им не препятствовали переходить к границу, опять же, да, российские пограничники, то есть, это было прям целое, значит, все было, все работало. И самое главное, это мы знаем из, значит, воспоминаний, воспоминаний самих же этих сепаратистов, да, о том, что постоянно был поток оружия. То есть, если взять тот же Славянск, оборону Славянска, то если бы не было потока оружия, если в России книжки подается военкору Жильковского, где-то перечисляется, сколько там БТРов, гранатометов, автоматов всего, значит, поступило в Славянск. Соответственно, вот, ну, если бы этого ничего не было, то насколько это самостоятельная единица, да, была. Вот, потом, соответственно, Пригожин, допуская ЧВК, Вагнер, опять же, получает ту или иную степень поддержки. Поэтому, на мой взгляд, эволюция скорее в том, что это эти отряды, условно самостоятельные, да, условное ополчение, да, на самом деле, гибридные российские, значит, отряды, да, вот, они становились больше, они получали больше оружия, а, соответственно, потом они уже как-то больше интегрировались в вооруженные силы РФ, как это видно уже вот сейчас, да, 22-го года, при этом сейчас очень активно же, в ВВС было хорошее на тему исследования, очень много ЧВК внутри вот этой российской группировки, что связано там со многими вещами, что, опять же, появляется какой-то спонсор, ну, условно Малафейх, там есть Малафейх опять, да, есть другие спонсоры, да, которые, значит, вооружают за свои деньги, ну, как, экипируют за свои деньги, да, какое-то питание и прочее, оружие на воронах, вот они эти воюют, там, было целых с кем виси, поэтому, мне кажется, что эволюция в том, что этого всего стало больше, по разным причинам, это в целом соответствует такой, знаешь, путинской, путинской, путинской системе стабильной нестабильности, нестабильной стабильности, да, то есть, вроде-то, есть и Минобороны, есть икипящие отряды, а этого стало больше, стало меньше какой-то самостоятельности в этом, хотя, в принципе, она не такая сильная, большая, потому что я сразу забрисовала, да, ну, здесь самостоятельность минимальная какая-то, якобы Стрелков утверждал, что он зашел без согласования, что там Малафейх был против, я в это мало верю, поэтому, в целом, изначально это уже все вот было вот в такой вертикали, просто стал масштабней, сильней и все больше это встраивается в существующую систему российских вооруженных сил. Я вспоминаю 2016 год, октябрь месяц, я тогда жил в Сыктывкаре, и там был, работал детский полувоенный лагерь, ну, таких много в регионах России, и вот в октябре 2016 года, во время открытия очередной смены этого лагеря, весь этот лагерь чиновник посвящает памяти Моторола. Моторола – это Арсен Павлов, который родился в Ухте, в этом регионе, и тогда был дичайший скандал, потому что сразу же чиновники пошли на попятную, мол, нет-нет, это личная инициатива конкретного одного человека и так далее. Мы, конечно, видим, как потом история развернулась, и что теперь у нас, кто наши герои теперь. Мой вопрос в следующем. Не зря же Арсен Павлов Моторола всплыл именно в этом детском лагере. Мы понимаем и про Стрелкова, и потом про ЧВК Вагнера. Какова роль отдельных людей, которые были лидерами, военными лидерами, и в частности, наверное, Стрелков, в том, что происходило? Слушай, ну, на самом деле, вот Стрелков, конечно, абсолютно людоед, военный преступник, но, я думаю, вообще психопат, но талантливый психопат, да? То есть, при этом мог бы быть другой на этом месте. То есть, ну, типа, существовал бы этот отряд без Стрелков. Конечно, существовал бы, да? То есть, понятно, что там он из этого уцепился, но там своих хватало ребят и внутри его отряда. Поэтому я бы не привлечил роль всех этих личностей. Просто Путин, поджигая Юго-Восток, а потом введя гибридные войска, это же такая, значит, получилась огромная точка, как черная воронка, которая подняла все самое темное. То есть, из-за вспомнения того же татарского, да? Он там сидел за налет вооруженный, такой, как, знаешь, грабитель, да? Искатель успеха. И вот, значит, соответственно, если в предыдущую эпоху он искал успеха в том, что, значит, он грабил банки, теперь он мог, значит, искать успеха в том, что, значит, он начал воевать. Или тот же Моторова, который, по своим словам, я вполне, кстати, верю в это, он поехал еще изначально в Харьков и был в марте. Вот, просто ему, вот он хотел посмотреть там на, короче, любил драйв человек, да? Он хотел в Грузию попасть на войну, но не доехал. Вот, соответственно, значит, здесь хотел. Поэтому такие события, они поднимают людей, которых авантюристов, да? Всех мастей. И, собственно, то есть, событие было создано, а дальше эти авантюристы неизбежно появились бы не эти, так и другие. Да, конечно, вот, возможно, там, если бы не Стрелков, все это было бы как-то иначе. Но все равно было бы, да? Потому что, опять же, ключевой здесь не сам Стрелков, а то, что постоянный был поток оружия из России, что признают сами соратники Стрелкова, да? То есть, они прям перечисляют, какое количество оружия поступало в Славянск в апреле-май, и признают, что без этого, значит, их бы там, значит, не было. Соответственно, какая здесь рост Стрелкова? Ни в чем. Да, он такой создал харизматичный образ, да, значит, вот этого героя, так называемой русской весны. Вот. Ну и, собственно, со своей харизмой теперь сидит в тюрьме. Про тюрьму, наверное, может быть, последний вопрос про Стрелкова. Какие у него сейчас есть развилки? Если они есть, какие ты видишь? Слушай, я, честно говоря, вот пошел разговор, адвокаты говорят, что надеются, что если переговор будет пересмотрен, его помилуют, значит, он пойдет на фронт, и даже, соответственно, значит, в ДНР готовы взять его. Я, честно говоря, мало верю, что Стрелков пойдет на фронт, потому что, во-первых, в каком-то смысле я думаю, что он личный, мне нет информации, но я полагаю, что он личный враг Путина, как пригожин, то есть человек, который, значит, пошел против Путина. Вот, поэтому фронт – это место нестабильности, да, и Путин, как человек, который никому не доверяет, будет доверять Стрелкову, чтобы тот, значит, там не даст деру, например, в Украину, да. Ну и оставляю вообще в стороне этот факт, что, наверное, как только столько окажется на фронте, за ним будет там охотиться, значит, весь спецназ Украины, потому что это самый ценный свидетель. Поэтому лично я мало верю, что он окажется на фронте. Вот. Хотя, ну, не знаю, то есть я вижу, нет информации, но как-то логика такая, что его скорее, он такой пригожин, просто пока живой. Вот. И пригожин, который позволил себе пойти против императора. Стрелкова-то было растянуто, да, какой-то момент он просто надоел, когда он же, собственно, делать началось, когда он стал говорить просто о президентской амбиции, и его пытались выдвинуть даже в конце прошлого года, да, в президента не получилось. Так что это уже, как бы, знаешь, такой мимитеж, конечно, на первый шаг. Поэтому, не знаю, я мало верю, хотя давай оставим физическое возможность, что он пойдет на фронт, я в это мало верю. Скорее всего, он будет сидеть, и счастливее для Стрелкова будет, если он просидит весь путинский режим и выйдет, а его там не убьют, как Навального, или как, соответственно, пригожин. Мне кажется так. Скажи, что за прекрасные книги у тебя стоят? Причем это такая же известная серия книг. Да, это я просто сейчас приторговываю, соответственно, можно купить. Нет, на самом деле, я просто в Нью-Йорке, меня знакомый просил книжки дойти забрать. Здесь есть, кстати, и крипта. Моя книжка, покупайте, кстати, на ретрессе есть электронная. И здесь меня застала твоя просьба поговорить, и ребята согласились, что я могу выступить на фоне книжных полок. А что, тебя не устраивает? Бушков, Чехов, между прочим, есть. Я вижу там Умберто Эко, вот наверху. Вот. Вот. Нормально. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»